Здравствуйте! В столице Приволжья 15 часов. Горький ТВ о последних событиях этого дня. Стали известны новые подробности поиска пропавших детей. Один из них, а именно Александр Кирилльичев, был замечен около дома родителей в Сергаче. Об этом сообщает Следственный комитет по Нижегородской области. Напомню, ранее сообщалось, что поиски детей пока проходят безрезультатно, но волонтерский штаб в Зеленом Городе по-прежнему продолжает свою работу. Там же можно и записаться в добровольцы. Роспотребнадзор оценил воду, которую пьют нижегородцы, как чистую и качественную. По информации специалистов, критериям качества соответствует 93% всей питьевой воды в регионе. А вот к пробам молочной продукции у ведомства возникли претензии. По итогам прошедшего года, четверть молочки в Нижегородской области не соответствовала требованиям тех регламентов. В частности, речь идет о требованиях по жирно-кислотному составу, что говорит о наличии растительных жиров в продукте. Нижний Новгород вошел в десятку самых экосознательных городов России. Согласно данным компании, собирающей в своих магазинах отработанные батарейки и аккумуляторы, столица Приволжья находится на девятом месте в этом списке. Первое место досталось москвичам, которые за год собрали 8,5 тысяч тонн отработанных материалов. Благоград и Самара замыкают тройку лидеров. Лечебные учреждения в Нижегородской области будут оптимизированы, но не закрыты. По крайней мере, так обещают в региональном кабинете министров. Вопрос оптимизации отрасли здравоохранения стал главным заседанием. Что ждет Нижегородскую медицину уже в обозримом будущем? В следующем репортаже. Оптимизировать работу учреждений здравоохранения поручил президент России и правительству страны вместе с регионами. Главная целью реформы – довести объемы оказания медицинской помощи до федеральных нормативов. Общество ранее опасалось, что это приведет к сокращению персонала. В Нижегородской области, если сокращений и будут, то только в сфере руководства, пообещали в региональном Минздраве. Всего за два последних года в Нижегородской области было реорганизовано 28 учреждений здравоохранения. И в результате уволили 30 человек. Те они являлись заместителями главных врачей в этих учреждениях. Продолжится в этом году и реорганизация больничных коек. В 2015 году предусмотрена интенсификация работы бойки со следующим критериями. Число дней работы бойки увеличится с 310-315 до 331 и выше. Кроме того, в этом году в Нижегородской области будет ликвидировано несколько фельдшерско-акушерских пунктов. Это связывают с низким уровнем их эффективности и невостребованностью со стороны населения. Персонал обещают перевести на другую работу. Надо сейчас разобраться, чтобы никто и материально здесь не потерял. А это зависит, конечно, прежде всего от результатов труда. В скором времени в Нижегородской области должно открыться 10 новых офисов врачей общей практики. И на треть увеличится объем оказания высокотехнологичной медицинской помощи. Валентина Тимонина, Ярослав Гунин, Илья Федулов, Горький ТВ. Чиновники на заседании также сообщили, что объем оказания медпомощи в Нижегородской области вполне соответствует федеральным нормативам. А в отдельных случаях даже превышает данный показатель. И напоследок о курсах валюты. Доллар упал почти на 2 рубля. Официальный курс на завтра 67 рублей 77 копеек. Биржевой курс евро также снизился на данный момент 75-73. Виной всему нефть, дорожающая на фоне новостей о сокращении ее добычи. Цена барреля к этой минуте 57-65. Берегите себя и свои карманы. Смотрите Горький ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова